Рудковская Яна Александровна, российская телеведущая, музыкальный продюсер Димы Билана и Евгения Плющенко, обладательница премии «Звуковая дорожка», директор косметической сети «Франк Провоз» в России, а также основатель сети магазинов по продаже люксовых брендов Grand La Scala Fashion Group, лауреат различных общественных премий. Яна Рудковская родилась 2 января 1975 года в городе Кустанай, Республике Казахстан. Выросла в семье военного летчика Александра Евгеньевича Рудковского. Сразу после рождения дочки глава семейства отправился в командировку Барнаул, где и прошло ее детство. С ранних лет она занималась музыкой и фигурным катанием. В подростковом возрасте Яна стала мечтать о профессии врача-косметолога и, окончив школу с серебряной медалью, поступила на лечебный факультет Барнаульского мединститута. Позднее проходила стажировку в Нидерландах. После получения диплома в 1998 году решила открыть косметологический бизнес и до 2001 года являлась владелицей сети российских салонов «Французская студия красоты». Затем Яна выкупила эксклюзивное право на бренд «Франк Хоровост» в России. А спустя год уже открывает сразу три салона этой сети в Сочи. Один из них открыт в отеле «Рейдисон». На торжественной церемонии присутствовал сам Франк Правок, который выражал свое восхищение архитектурой и интерьером салона и назвал его одним из самых красивых в мировой сети. В 2003 году Рудковская основала Grand La Scala Fashion Group – сеть магазинов по продаже одежды популярных брендов, среди которых «Гуччи», «Дольче Габбана», «Роберто Джавали», «Диск Юрит» и другие. Яна сама заказывает коллекции, следит за каждым заказом и постоянно бывает на неделях моды в Милане и Париже. В 2004 году Яна стала первой и единственной бизнес-леди по версии итальянского издания «Фэшн», которая представляет модную индустрию на юге России. В конце 2005 года Яна Рудковская расширила поле своей деятельности и решила заняться шоу-бизнесом. Новой сферой приложения «Силы знаний» стало музыкальное продюсирование. Первым в орбиту интересов попал подающий надежды Дима Билан, оставшийся без помощи после смерти Юрия Айзеншписа. Это сотрудничество вскоре сделало Билана звездой сцены и победителем престижного музыкального конкурса «Евровидение». Вскоре после «Евровидения» у Яны появился новый подопечник. Ее будущий муж Евгений Плющенко. Рудковская с присущим ей рвением принялась опекать фигуриста, спортивная карьера которого шла к своему завершению. Многочисленные травмы уже не позволяли олимпийскому чемпиону 2006 года демонстрировать все свои возможности. Однако Яна настояла, чтобы он все-таки принял участие в Сочинской олимпиаде в 2014 году. В дальнейшем Рудковская стала продюсировать шоу «Эстет зажигает суперзвезду» и заняла там кресло председателя жюри. Шоу имело успех у зрителей высокие рейтинги. Позднее она продвигала таких певиц, как Олекса, участница одной из фабрик на Первом канале, и Сабрина, бывшая участница группы Тути. Собственный телепроект Яны под названием «Обнаженный шоу-биз», в котором раскрывались все тайны российского шоу-бизнеса, появился в 2007 году. Через два года в свет вышла книга «Исповедь содержанки». В ней Рудковская рассказывает о своем детстве и первых успехах в фэшн-бизнесе. По словам критиков, книги полностью обойдены такие важные в реальной продюсерской жизни области, как финансовые взаимоотношения с артистом, контакты с властными и криминальными структурами. В 2012 году Яна Рудковская стала ведущей музыкального чарта «Детская десятка» с Яной Рудковской на телеканале Муз-ТВ. По итогам передачи Яну очередена детская музыкальная премия «Киндер Муз Эвертс», номинанты и лауреаты которой получают знаменитые тарелочки Муз-ТВ в уменьшенной детской версии. При знании славы продюсер пытается использовать для помощи талантливой молодежи. Рудковская занимается лоббированием развивающих программ для молодых людей на уровне профильных комитетов Государственной Думы Российской Федерации. Имя телеведущей также связано с благотворительностью. Рудковская предоставляет поддержку детям-сиротам, помогает благотворительным фондам «Делькин», «Северная корона» и «Спешите делать добро». Также участвует в аукционе, проводимом радиостанцией «Серебряный дождь». Личная жизнь Яны Рудковской у всех на виду. Первым официальным супругом был миллиардер Виктор Батурин, с которым она познакомилась в Сочи на футбольном матче. В браке родился сын Николай. Кроме него супруги воспитывали Андрея, сына Виктора от предыдущих отношений. В 2008 году пара рассталась, после чего еще долгое время не утихали скандалы между бывшими супругами. В 2009 году продюсер снова вышла замуж, а позднее обвенчалась четырехкратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. В 2013 году появился сын Александр, которого родители прозвали «Гном Гномыч». Плющенко и Рудковскую часто критикуют за то, что у мальчика нет нормального детства. Отец трижды в день занимается с ребенком в школе фигурного катания, а для матери он чуть ли не с пеленок является отдельным брендом, который по некоторым источникам заработал к шести годам 10 миллионов рублей. 25 сентября 2020 года у Яны Евгения родился второй сын. На этот раз пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Мальчика назвали Арсений. Женщина, неоднократно получавшая награду за стильность, всегда на виду. Рудковская тщательно следит за своей фигурой и регулярно демонстрирует в Инстаграм идеальные формы и свои роскошные наряды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова